Всем привет, друзья! Каждый день те люди, которые ходят на стройку, которые профессионально занимаются строительством, думают о том, как бы им улучшить свой труд, как бы его сделать более профессиональным и сделать более качественным. Такая задача стоит и у меня в плане выравнивания обрешетки на крыше и на фасаде. Очень часто, особенно крыши, которые уже постояли какое-то количество времени, снимаешь старую кровлю, увидишь, что обрешетка там уже очень кривая, твоя задача ее выровнять и, соответственно, ты думаешь, какой качественный и быстрый способ для этого можно использовать. Для себя я открыл вот такой вот замечательный саморез, называется он дистанционный шуруп с такой как бы двойной резьбой. Соответственно, я хотел бы понять не только с точки зрения себя, но и с точки зрения инженера, что на этот саморез скажет инженер, какое у него будет мнение по поводу этого крепежа. Поэтому я напросился к очень крутому дядьке, зовут его Андрей Федоров, это главный инженер компании Уникма, многие его знают. И его мнение для меня, ну и для многих кровельщиков вообще, в принципе, оно очень авторитетно. Такой инженер старой советской закалки, который все свои, как бы, идеи вынашивают кровью и потом. И реально та информация, которую он несет в массы, она очень-очень важна для кровельного и строительного сообщества в нашей стране. Поэтому сейчас мы вам покажем такой немножко примитивный, но очень наглядный способ того, как можно выровнять обрешетку на кровле. На фасаде там, в принципе, он такой же. И, в принципе, он выскажет свое мнение по поводу того, имеет ли право на жизнь вот этот замечательный крепеж. Паша Рыбаков как-то похвалился вот такими саморезами, с помощью которых можно регулировать высоту обрешетки, ну, на стенах, например. Живем я их не видел, вот он привез горстку, жменьку. И решили попробовать, как это работает. Дядя Саша, закручивай два самореза. Представь себе, что это обрешетка. Крути вот так и вот так. Да, вот так нормально будет. Крутим, 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 крутим. Вошел второй, вот здесь, напротив. Представим, со смещением с небольшим, как будто это мы крутим обрешетку. Вот. И вот нам надо выровнять. Приподнять, допустим, на 2 см. По очереди, крути по очереди. Видишь, два-то непросто. Хоп. Теперь второй. Поднял. Поднял. Наверное, правильнее сначала крутить один, а потом второй просто фиксировать. Да, мы попробуем так делать. Еще. Подними явно внятно. Вот. И вот, собственно, главный вопрос. Ну все, подъем есть, который нас волновал. Какую же это держит нагрузку? Дядя Саша, давай. Встань, пожалуйста, двумя ногами. Рядышком. С одной стороны. Ну да, ну как бы сюда, да. Я думаю, что ты их не просадишь. Ну вот они даже не стронулись. Вот. Ну я потяжелее. Раза в два. Но что-то подсказывает мне, что и я не снесу эти. Два самореза. Ну-ка. 170. Ну вот, если я не буду прыгать, то я на них стою. Сань, давай вдвоем. А, ну все, уже пошли. Да, ну, тем не менее, килограмм 100 эта пара саморезов будет держать уверенно. А технологичность мы сейчас проверим. Да, их выворачивать не очень удобно. Вот он идет выворачиваться из первого мяса. Вот. И мы должны их жестко просадить. Прямо какое-то глумление над людьми. Да? Сейчас, подожди. Ну, это динамика. В садике все будет хорошо. А мы хотели попробовать способ регулирования. То есть, саморезов надо ставить два. Потому что один, это не серьезно. Но, судя по всему, второй... А, кстати, второй можно ставить обычный. Обычный? А второй можно поставить обычный саморез. Обычный саморез держит дистанцию. То есть, он пойдет через одно железо и через другое. Он не будет регулировать, но он будет держать эту дистанцию. Пожалуй, так. А этот пойдет перекосом. Вообще, он будет неохотно заходить. Да, неохотно, неохотно. Нет, то есть, это... Да, то есть, второй надо ставить... В общем, если думать об этом... А вот, Сань, дай обычный какой-нибудь длинный и обычную эту. Может быть, сперва этот саморез закручивает? Нет, а он просто... Вот, все. Все, теперь этот у нас отрегулировал, а этот тоже стоит нормально. Этим регулировать нельзя, но фиксацию он обеспечивает. У него тут стоит резьбовая часть, и он тоже, и кого просадишь. Я готов. Только это, если, желательно брать полную резьбу, да? Да, с полной резьбой. Чтобы он фиксировал дистанцию. Сань, давай, попробуй. Я думаю, что хоть бы что, и я думаю, что и мой вес, Сань, выдержит уже. Да? Ну все, сэкономили вдвое за последние пять минут. Да, вот головка даже не вылезла. Ну вот, весь вес мой, 170 килограмм где-то. Начал я его давить, но начал. Ну, во-первых, совсем чуть-чуть, а во-вторых, все хорошо. Не, даже и не начал. Да? Может, чуть-чуть совсем. Ну, то есть, 100 килограмм на такой узел из двух саморезов регулирующего и фиксирующего вполне можно рекомендовать человечеству. я получил удовольствие. Металлочерепица. Вот обрешетка у нас с шагом 350. Вот эти три доски, предположим, имеют отношение к трем волнам. Следующие три доски к следующим трем волнам. То есть, три доски на метр пять, но условно метр. Поперечный шаг, это шаг контробрешетки. сейчас принято 600-650 миллиметров брать шаг. То есть, здесь на метр будет полтора. Ну, то есть, вот, следующий будет дальше, следующий дальше. То есть, где-то метр восемьдесят два метра, это три пространства. Три пространства это примерно два метра. Полтора, один метр. Значит, у нас точек пересечения обрешеток и контробрешетки примерно девять. штук на один квадратный метр. Девять? Нет. Четыре с половиной. Раз, два, три. А, четыре с половиной. Четыре с половиной пересечения на квадратный метр у нас. Ну и все. Значит, на квадратный метр у нас уйдет девять саморезов. Из них, грубо говоря, четыре с половиной регулирующих. и четыре с половиной фиксирующих. Все фиксирующие ставить плохо. Ну, все регулируемые ставить плохо, как оказалось. Неудобно. Да, технологически неудобно. Отпускать по чуть-чуть два, довольно муторно. Вот. И, кстати, он хорош как регулирующий. Нормальный саморез обычный со сплошной резьбой будет фиксировать дистанцию не хуже, чем этот саморез. Получается, по нагрузкам сколько выдерживает на квадратный метр? Ну, 450 килограмм получается выдержит. Да, по 100 точно. Четыре с половиной места на квадратный метр. 450 за глаза для всех задач. Очень интересно. Да, натуральная терапица тоже подходит? Ну, конечно. Собственное вес то он вообще не имеет значения. Имеет значение снег. Снеговая нагрузка. Вот. Да, интересно. Спасибо. Расширил мой кругозор. Ну, на фасаде вообще проблем никаких. Вообще никаких, да? Конечно. Ну, это ты и показал в своем видео, с которого, собственно, начался наш разговор.